В Республике Беларусь состоялись девятые белорусские рождественские чтения «Православие и отечественная культура. Потери приобретения минувшего образ будущего». В рамках форума прошла презентация книжной коллекции «Русские писатели классики и православие», подготовленной к изданию Международным фондом Духовного единства народов. Представленные общественности книги – наше единое культурное и духовное наследие, а потому подобные презентации, прошедшие уже во многих странах, всегда становятся заметным событием. «Настоящие великие, гениальные произведения, неодухотворенные верой в некие абсолютные целости, она просто безжизненная, это абсолютно вера. Даже если этот автор, даже если этот классик, он, значит, не имел церковной практики, допустим, понимаете, не хотел, но если он русский по природе, если он действительно гений русской литературы, то вы обязательно найдете его связь, обязательно». Связь высокого искусства слова, искусство художественного образа с православием отражена в серии книг, которые представил профессорско-преподавательскому составу, студентам и аспирантам Минской Духовной Академии, президент Фонда Духовного единства народов, профессор Алексеев. Творчество классиков русской литературы открывается глубже в сопровождении авторских статей. Читатель может по-новому, а кто-то и впервые, соприкоснуться с произведениями писателей и XIX века, и XX. «Воспитан, что называется, просолен, крепко православен, и поэтому, когда мы задумали эту всю коллекцию, я прекрасно понимал, что без Шолохова мы никак не можем обойтись, потому что это самый великий писатель XX века». «Знакомство с творчеством классиков, знакомство с нами самими, с нашими предшественниками, и даст Бог с теми, кто будет после нас. Это знакомство с народной душой». «Эти простые маленькие люди, но на них живет Русь. И вот они-то и дают нам разгадку на этот сакраментальный вопрос всего Запада. А что ж такое Россия? А что ж такое русский человек? Почему они живут? Почему они до сих пор еще живут? А вот потому они и живут, что она держится на этих маленьких, маленьких людях, но с которыми Бог». В продолжение мероприятия гостю были обращены вопросы ведущего встречи и аудитории. «Книга – это некое соединение даже не столько мудрости, а сколько поучения, назидания и некое путеводительство свыше. Первая книга – это что? Это священное писание. И только на основании священного писания начинает постепенно формироваться литература». Затем профессор Валерий Алексеев вручил библиотекам Академии и других учебных заведений Белоруссии 12-томные книжные коллекции, выпускаемые с 2002 года издательским домом Фонда Духовного Единства Народов к Единству. «Я очень надеюсь, что вот эти сборники, где действительно есть авторские тексты, где есть размышления, погружающие нас в духовный мир, вот вынесенных на обложку авторов, они будут содействовать и становлению нашего духовного мира. Будут читать с телефона? Читайте, но задумывайтесь. Будете смотреть в телевизоре? Глядите, но задумывайтесь. Чтобы что бы ни происходило в жизни, мы могли, как христиане, действительно отовсюду черпать лучшее». Данное мероприятие организовано фондом в рамках Года русского языка в странах СНГ по приглашению митрополита Минского и Заславского Вениамина, патриаршего экзарха всей Белоруссии. «Думается, что вот этот дар, который мы приняли, он будет способствовать укреплению и братской связи русского и белорусского народа, вместе с тем служить одухотворению нашего общества и многие другие моменты положительные, которые будут впоследствии развиваться в рамках начавшегося более активного нашего взаимодействия с фондом единства народов. И вот это единение, которое очень важно в настоящее время для преодоления тех искушений, испытаний современного времени, которые невозможно преодолеть без единства, без поддержки и, конечно, без духовной составляющей». В уходящем году в странах Содружества были проведены широкие общественные презентации с последующим дарением светским и религиозным библиотекам более тысячи 12-томных книжных коллекций русских писателей классики и православия. В Ереване, Душанбе, Ташкенте, Бишкеке с участием высшего священноначалия Русской Церкви, государственных представителей республик, деятелей культуры и искусства, глав российских дипломатических миссий. В Белоруссии глава фонда также выступил с лекцией и перед учащимися в Минской духовной семинарии Свято-Успенского Журовицкого монастыря.